Тема урока – вода. Вода входит в состав любого организма. Она содержится во всех частях растений. Вспомни, как много сока в плодах – арбузе, апельсине, лимоне. Этот сок – вода с растворенными в ней различными веществами. В телах животных вода обычно составляет больше половины массы. Много воды и в теле человека. Ты можешь узнать, сколько ее в твоем организме. Для этого нужно массу тела разделить на 3, а полученное число умножить на 2. Организм постоянно расходует воду и нуждается в ее пополнении. Например, человеку в сутки требуется более 2 литров воды. Часть он выпивает, а часть содержится в пище. Для многих организмов вода – природный дом. Одни из них живут в соленой воде, а другие – в пресной. Проделаем опыты. Опыт первый. Опустив стакан с водой ложку, видна ли она? О каком свойстве воды это говорит? Это говорит о том, что вода прозрачна. Опыт второй. Опыт второй. Сравни цвет воды с цветом полосок. Имеет ли вода цвет? Наш вывод – вода бесцветна. Опыт третий. Определи, имеет ли чистая вода запах? Вывод – вода не имеет запаха. Опыт четвертый. Насыпь в один стакан с водой немного соли, а в другой – столько же измельченного мела. Помешай. Что произошло? О чем говорит этот опыт? Опыт говорит о том, что вода растворяет одни вещества, но не растворяет другие. Опыт пятый. Из специальной бумаги по рисунку инструкции сделай фильтр. Пропусти через фильтр загрязненную воду. Что ты наблюдаешь? Вывод после этого опыта – загрязненную воду можно очистить с помощью фильтра. Опыт шестой. Колбу с трубкой, заполненную подкрашенной водой, опустим в горячую воду. Мы увидим, что вода в трубке поднимается. Почему? Вывод. При нагревании вода расширяется. Опыт седьмой. Ту же колбу поставим в тарелку со льдом. Вода в трубке опускается. Как ты это объяснишь? Вывод. Вода при охлаждении сжимается. Сделаем вывод. Вода – прозрачная бесцветная жидкость, не имеет запаха. При нагревании вода расширяется, а при охлаждении сжимается. Вода растворяет многие вещества. Вода растворяется. Вода растворяется.